Приветствую вас. Мне кажется, что ваша ситуация, она в целом такая, знаете, двуединная, если можно так сказать, потому что у неё, как мне, кажется, есть несколько сторон. Первая сторона касается того, что ваша особенность может быть связана с нервным напряжением, нервным психическим напряжением, с которым вы привыкли справляться, собственно, так, как справляться, как справляетесь, как привыкли. И, соответственно, задача в том, чтобы это напряжение выявить и, как бы, ну, либо вообще избавить вас от, грубо говоря, источника этого напряжения. Вот. Или вы видите, может быть, другой способ. Ну, как правило, полное избавление имеет больше, ну, больше эффекта. Так же имеет смысл обратиться вам к врачу, да, вот. И не обязательно к психиатру, а просто к врачу совершенно. И, соответственно, у вас есть какие-то особенности по медицинскому состоянию, по медицинскому состоянию здоровья. Вот. Тогда нужно, соответственно, попринимать некоторые препараты или пройти курс лечения. Вам, я думаю, может это так же помочь. Вот. А после чего уже имеется смысл обратиться к психиатру, если никаких результатов, соответственно, не будет. И смотреть уже стал. Ну, вот. А есть и другая, как я повторил, как я говорил, страна, на которую, мне кажется, тоже нужно обратить внимание. Эта страна больше связана с морально-этической границей. То есть, от того, насколько вы искренне и естественны с вашими, ну, хотя бы потенциальными партнерами, того, насколько вы честны с собой, свободны от, например, чувства стыда, вот, свободны от стереотипов и приоритетов, а, не, простите, а стереотипов и концепций, не приоритетов, вот. Завидит то, как вы будете устраивать отношения и совершенно, как бы, не обязательно, совершенно не обязательно. Для этого вам что-то в себе менять и как-то пытаться себя подавлять. Это вообще не очень хорошая идея в любом случае, стараться где-то в чем-то себя подавлять. По крайней мере, на мой взгляд, это, это вот так. Ну, а если вы чувствуете стыд, если вас это ограничивает, если вы не можете данную свою особенность, словно говоря, данную свою черту сделать своей особенностью, и не можете наслаждаться ею, ею этой особенностью, то у вас в итоге получается то, что получается. Естественно, другой мужчина видит в этом только лишь негатив, то же самое, что и вы в этом видите. И это, как мне кажется, достаточно грустно. Потому что, по моему мнению, вы, я думаю, вы со мной согласитесь в какой-то степени, достойны большего. Вы достойны гораздо большего. Но, пока что здесь, на мой взгляд, вы себя ограничиваете. Вот. И, соответственно, эти ограничения вам начали. Вот. Поэтому, поэтому я подвигался сразу в нескольких направлениях, да. Я подвигался в направлении того, чтобы посмотреть медицинскую, ну, медицинскую составляющую данной ситуации. Вот. Я бы двигался в сторону того, чтобы принять в себе такую особенность, какой бы она ни была. Я бы двигался к тому, чтобы посмотреть психологические основы для подобного состояния. В том смысле, что это связано, может быть, с тем, что у вас, ну, например, есть запрет. Запрет на отношения. То есть, вы, например, можете считать, что, ну, недостойны отношения. Вот. Ну, вы так можете считать и думать, что недостойны отношения. Вот. Пока вы вот такая. Вот. И вообще, там, не знаю, про отношения вам лучше забыть. Вот. Хотя это ни в коем случае не так. Вот это ни в коем разе не так. Но, тем не менее. Здесь, элементарно, может быть, запрет на построение серьезных отношений. Как это ни в коем случае не так. Как это ни в коем случае не так. Вот. Такой момент я бы хотел. чтобы вы тоже имели в виду. Вот как-то так, мне кажется, что в любом случае, чтобы это не было, да-да, при любом раскладе, это чувство стыда будет вам мешать. При любом раскладе это чувство будет вас издевать. Словку не позволяя вам быть самой слабой, не позволяя вам быть естественной, не позволяя вам быть прекрасной. В том, что вы вот из себя представляете. В том, какая вы. Не позволяя этого. Ну вот. И тем самым отталкивает вас. Не из-за особенностей, которые у вас есть. Вот. И которые, ну, поверьте, угадывают нас. А именно вот, как бы, благодаря этому. Вот. Конечно, есть все сопутствующие вещи. Такие как, например, ваш интерес к жизни. То есть, если ваш интерес к жизни присутствует, если он есть, если он мощный, то, опять же, вы можете таким образом перенаправлять. Свою энергию. Но это не. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Это не волевая какая-то, какая-то история. Отнюдь. Нет. Это вполне в себе естественно. Это вполне в себе... Ээээ... Жизненно. Вот. В этом нет какого-то насилия над вами, и очень важно, чтобы так было, очень важно, чтобы вы чувствовали, что не насилуете себя, но делаете то, что идет у вас от души. Если вы сможете так, а вы сможете так, хотя бы с помощью психотерапевта, то я думаю, что половину, а то и больше дело уже будет сделано, я бы так сказал бы, конечно. Вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии психотерапии, поскольку вы не говорите о том, когда это началось, когда вы стали замечать в себе такие проявления. Важно. Поскольку вы не говорите о том, насколько для вас там условно важно построить отношения и чем для вас так важно построить отношения. Например. Вот. То я думаю, что больше, пока что больше вам сказать не получится, потому что информации недостаточно. Вот. Но если вы захотите подробнее в себе разобраться, если вы выберите в себе специалиста для психотерапии, то я думаю, вы сможете для себя данные моменты вполне так проработать. и сможете жить сейчас как мне, по крайней мере, видится. То есть мне не видится эта ситуация, я вам честно могу сказать, мне не видится эта ситуация чем-то таким критичным мешающим вам строить отношения при условии, если вы сами себя условно не обичуете. Но если вы сами от себя не требуете вот быть какой-то прям идеальный, правильный и так далее. Вот. Я бы сказал так. И дал бы вам, соответственно, такой ответ. Хочется пожелать вам удачи. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Вот. Хочется, чтобы вы, конечно, дали обратную связь. Но мой ответ, это поможет вам начать работу над собой. Вот. Это важно, потому что сами вы, скорее всего, не справитесь с этой историей, но просто потому что, может быть, достаточно глубоко в нее погрязли. Вот. Я вам желаю успехов, я уверен, что все получится у вас. Вот. Удачи. Будем на связи. Удачи. Удачи.